Слово предоставляется Наталье Алексеевне Нарочницкой, президенту фонда, если сейчас не перепутаю, «Историческая перспектива». Совершенно верно. Благодарю вас. Дорогие соотечественники, дорогие коллеги, братья по перу, исследователи, я обращаюсь также к студентам, и мне очень волнительно, потому что я сама закончила этот институт. И помню эти споры, эту студенческую жизнь. Никто тогда из нас не мог предположить, что через несколько десятилетий на память о нашей победе обрушится такой ливень интерпретаций, главный тезис из которых очень прост. Раз государство было плохим, а это же само собой разумеется, у него вообще не могло быть ничего праведного и правильного. Поэтому с людьми, которые стоят на такой мировоззренческой позиции, бессильны в спорах даже аргументы, потому что они не слышат их. Но вот обращаясь именно к молодым, я именно в первую очередь к ним хочу сказать, не стесняйтесь любить свое отечество и не отождествляйте его всегда с государством. Ибо государство – это политический институт, всегда греховный и несовершенный, он просто не может быть иным. Это плод творения наших с вами греховных рук. А отечество – это вечный дар, данный нам для постоянного исторического делания. На этом пути неизбежны взлеты, падения, грехи, заблуждения. И поэтому, перефразируя слова Василия Розанова, русского философа, скажу так. Легко любить свое отечество, когда оно могуче, сильно, безгрешно. Все им восхищаются, кое-кто побаивается и боится слова сказать против него. Но именно когда мать пьяна и лежит во грехе, не обвиняйте потом меня, что я отечество называю пьяной матерью, как и либералы любят говорить. Это цитата. Вот только тот сын, кто не постесняется, не пройдет мимо и защитит от поругания. Вот споры о том, хорошим или плохим было тогдашнее государство, неуместны, потому что беда случилась с отечеством. Когда внешний враг напал для того, чтобы сожрать ее пшеницей, грудой и высосать ее моря и рудой, превратить нацию в рабов, свинопасов и горничных для Третьего рейха, без истории, культуры, языка, науки, в человеческий материал из нации, пригодный только для чужого исторического проекта, вот тогда та нация побеждает и потом спорит о государстве, новые какие-то создает государство, которое откладывает в сторону споры об устроении государства, чтобы защитить отечество. Поэтому Великая Отечественная война, когда враг напал, востребовала, было поруганное национальное чувство, испорченное классовым интернационализмом, очистила от скверной братоубийственной гражданской войны и высоединила в сердцах людей, а значит и в потенциальном будущем, в нашем с вами настоящем, казалось бы, разорванную навек нить русской и советской истории. Наш фонд, принимая участие в работе комиссии по борьбе с фальсификациями истории, очень благодарен комиссии. Вопреки всем тем инсинуациям, которыми пестрили газеты, когда была создана комиссия, она никому ничего не запрещала. Но само ее создание и организационная работа мобилизовали интеллектуальные, научные, организационные, информационные ресурсы для того, чтобы представить общество, ученому миру, политикам, политологам, журналистам, вот настоящее исследование, открылись новые документы, которые уравновесили те, ну скажем, темы, по которым очень такие неоднозначные интерпретации, часто основанные просто на домыслах, на журналистных утках и так далее. И вот наш фонд издал прекрасную книгу «Ялта-45. Начертание нового мира». Там огромное количество страниц занято документами из личной папки Сталина, куда откладывали. Вот это единственная подлинная цветная фотография, которая была сделана сержантом Гопкинсом, сыном Гарри Гопкинса, и в конце даже есть письмо, которым сопровождают присылку этой фотографии. Здесь еще есть несколько статей, в которых исследуется закулисная сторона переговоров Ялты, потому что понятно, что это был компромисс, и у каждой из сторон было свое видение геополитического рисунка, что победа могла дать. И надо отдать справедливость им. Стороны на время умерили свои амбиции и достигли такой договоренности, и такого конфигурационного решения европейских проблем, которое удерживало мир и Европу от войны. И именно порушение ялтинства поддамских конфигураций отнюдь не привело к стабильности в Европе. Границы сейчас более зыбкие, чем они были даже в XIX веке. И поэтому уроки Ялты надо изучать. Готовится к нашим фондам еще одна книга. Она будет издана к юбилею окончания войны в Азии. Мы ставим вопрос для историков о периодизации Второй мировой войны. Известно, что нападение Гитлера на Польшу считается началом Второй мировой войны. Окончание Второй мировой войны считается окончанием войны в Азии, капитуляцией Японии. Значит, война в Азии – часть Второй мировой войны. И почему-то затуманен вопрос, когда она началась. Так вот, она началась гораздо раньше, чем напал Гитлер на Польшу. Но вот такой акцент позволяет перевести стрелки с Мюнхенского сговора, с попустительства агрессии Японии на пакт Молотова-Риббентропа. И отсюда все то, чему мы все являлись свидетелями. И сегодня, вот вслед за дочерью маршала Конева, я вспоминаю, Наталья Ивановна, что мы с вами ехали вместе в поезде, когда праздновалось еще 50-летие победы на Прохоровское поле. Я дочь партизанки Великой Отечественной войны, и моя мама еще жива. Она прошла немецкий конклай, в тюрьму, бежала, награждена медалью партизану Отечественной войны. Я хочу всех поздравить с этим величайшим эпохальным событием не XX века, не только нашей национальной истории, такого не было в истории. На нас была обрушена совокупная мощь всей Европы, и мы ее победили. И пусть не говорят нам, что мы наградили их коммунизмом, наградили тем, что было у самих, и что сами считали самым лучшим. Но они ушли от нас с полным пакетом инженерной мысли, с академиями наук, с крепачами, генералами, получавшими премии за свои литературные произведения. Это относится и к прибалтам. Немецкий проект, вернее, нацистский проект, готовил им совсем иное. И поэтому это не надо забывать. И в минуту такого праздника, такого памяти, нужно думать о большом. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти сюда на нашу презентацию. Для нас всех это большое событие. Спасибо МГИМО, что оно, как головное учреждение, работающее в сотрудничестве с комиссией, мобилизовало столь мощные ресурсы, которые никто из нас не мог бы мобилизовать. А поскольку здесь есть и студенты, то наши труды непосредственно сразу войдут не только в научный, но и в такой образовательный оборот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ